Сегодня я одобрил ряд шагов, включая выдворение нескольких российских должностных лиц, как последствия их действий. Джо Байден заявил о взвешенном и пропорциональном ответе на вредоносные действия Москвы. Боятся ли в Кремле новых американских санкций и жесткой позиции Вашингтона? Глава профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева о состоянии здоровья Алексея Навального. Начнем с главной сегодня темы. Президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета санкций против России. Санкции касаются российского государственного долга, официальных лиц и государственных компаний. Из США будут высланы 10 российских дипломатов. Байден назвал свой ответ на, как он выразился, вредоносные действия Москвы взвешенным и пропорциональным. Вместе с тем Байден подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Путиным этим летом в одной из европейских стран. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов. Белый дом и Министерство финансов США опубликовали сообщение о введении президентским указом нового пакета санкций в четверг ранним утром по Вашингтонскому времени. А во второй половине дня со специальным заявлением по этому поводу выступил президент Байден. Его выступление, включая ответы на вопросы, заняло не более 7 минут. Президент Путин позвонил мне в январе, после того, как я был приведен к присяге, чтобы поздравить меня. Я тогда сказал ему, что моя администрация очень внимательно изучит все данные, к которым мы получили доступ, касающиеся роли России, а затем примет решение о нашем ответе. Когда мы с ним снова говорили на этой неделе, я сказал ему, что в ближайшее время мы отреагируем взвешенно и пропорционально, потому что мы пришли к выводу, что они вмешивались в выборы, а их действия в отношении SolarWinds были совершенно непозволительными. Сегодня я одобрил ряд шагов, включая выдворение нескольких российских должностных лиц, как последствия их действий. Я также подписал исполнительный приказ, которым вводятся новые меры, в том числе санкции в отношении конкретных злонамеренных действий, предпринятых Россией в ущерб интересам США. Я был откровенен с президентом Путиным. Я сказал ему, что мог поступить жестче, но решил не делать этого. Я выбираю пропорциональный ответ. Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности и раздуванию конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов к дальнейшим действиям. Джо Байден высказался также в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Вместе с тем он заверил, что не хочет дальнейшего обострения и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Кремлем. На вопрос, почему в числе причин для новых санкций отсутствует газопровод «Северный поток-2», президент ответил так. «Северный поток-2» – сложный вопрос, затрагивающий интересы наших союзников в Европе. Я был против «Северного потока» продолжительное время, не только тогда, когда не занимал никакой должности, но и когда еще был вице-президентом. Но эта проблема по-прежнему актуальна. Выступлению президента предшествовал брифинг высокопоставленных должностных лиц администрации, заявивших, что для США эти санкции – дело принципа. Как следует из опубликованных документов, санкции введены за злонамеренные действия России по трем направлениям, а именно попытки вмешательства в выборы в США 2020 года, взлом компьютерных сетей компании SolarWinds, а также в связи с сообщениями о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападение на американских военнослужащих в Афганистане. Решение о санкциях принято на основании представленной разведсообществом США общей оценки угроз, исходящих от Москвы. Первый же вопрос о санкциях, заданный на брифинге пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, касался достоверности сообщений о наградах. Прежде всего, я бы сказала, что мы сочли сообщения об этом достаточным поводом для беспокойства и для того, чтобы наше разведсообщество изучило эти сведения в рамках работы над общей оценкой. Степень достоверности информации о том, что сотрудники российской разведки старались поощрять нападение талибов на персонал США и коалиции в Афганистане, была оценена как низкая или средняя. Причина такой оценки состоит отчасти в том, что сообщения об этом исходят от лиц, находящихся в заключении, а также в сложной обстановке, в которой разведке приходится работать в Афганистане. Так что собрать эти разведданные и эти сведения непросто. Я бы сказала, что наше разведсообщество считает, что главное разведывательное управление Генерального штаба управляет взаимодействием с отдельными лицами в афганских криминальных кругах. Журналистов интересовала также эффективность санкций. США годами болтают о санкциях против России за ее плохое поведение. Как вам хорошо известно, в прошлом это их не удерживало. Почему мы должны ожидать, что эти новые санкции сделают то, чего не сделали предыдущие? Наша цель здесь не в эскалации. Наша цель заключается в том, чтобы назвать цену действий правительства России, которые мы считаем неприемлемыми. Некоторые из этих решений принимались по согласованию с нашими европейскими партнерами и союзниками. На наш взгляд, когда предпринимаются действия, которые неприемлемы, не соответствуют нашим интересам, которые, по нашему мнению, выходят за рамки того, что должно быть приемлемо для любой страны, с которой у вас есть отношения, тогда должны наступить последствия. Мы не можем предсказать, какой эффект они произведут, но мы, тем не менее, считаем, что мы должны принимать меры в случаях неприемлемого поведения. Несмотря на санкции, предложение Джо Байдена Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории остается в силе. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории, говорится в информационном сообщении Белого дома. Однако мы будем защищать наши национальные интересы и обеспечивать негативные последствия для правительства России за его действия, направленные на причинение нам вреда. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Сразу после объявления о введении санкций в МИД России был вызван посол США в Москве Джон Салливан. Вот что сказала по этому поводу на брифинге глава Департамента информации МИД России Мария Захарова. Я думаю, уже в эти минуты американский посол в России находится в Министерстве иностранных дел нашей страны. Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать. Встреча для него приятной не будет и по ее итогам мы вас отдельно проинформируем. Говорила Мария Захарова о поддержке санкций против России заявили Великобритания и Польша. Польша объявила о высылке трех российских дипломатов. Могут ли новые американские санкции повлиять на позицию Кремля по ключевым международным проблемам, учитывая в частности, что Байден и Путин недавно общались по телефону. Ксения Соколянская беседует об этом с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Недалее как вчера помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что если США хотят встречи двух президентов, они должны воздержаться от введения новых санкций. И вот санкции были введены. Более того, президент Байден объявил чрезвычайное положение по отношению к России из-за чрезвычайных угроз. Как вы думаете, насколько всего этого ждали в Кремле после звонка двухдневной давности? Во-первых, у Кремля очень узкий коридор возможностей. Чтобы заставить говорить с собой, Путин вынужден нагнетать обстановку. Во-вторых, они используют традиционную стратегию, когда для решения проблемы какой-то своей надо своему партнеру создать проблему, а потом за разрешение этой искусственно созданной проблемы потребовать какого-то отступного. Но в данном случае в качестве угрозы является Украина. Публично, активно, демонстративно накапливались российские войска у границ Украины. И понятно, что и господин Бернс, и любой здравомыслящий человек понимал, что за этим стоит реальная угроза. А в качестве условий уже тот же самый господин Ушаков сказал, не вводите новых санкций. Отсюда следует, во-первых, что санкции работают, а во-вторых, что у Путина просто пустая колода. У него больше нет козырей. Очень быстрый ответный ход со стороны господина Байдена. Санкции введены. Ну и что дальше? Бомбить Воронеж? Вторгаться на Украину – это авантюра, связанная с совершенно неприемлемыми издержками, и Путин на нее не пойдет. Он привык, что его боятся. Он привык, что его испугались во время грузинской истории. Он привык, что его испугались во время крымской истории. Не захотели связываться. Но сейчас ситуация, мне кажется, сильно поменялась. И Запад, и европейский Запад, и американский Запад, да и не только Запад, понимают, что с ним надо говорить довольно жестко на языке, который ему понятен. Ну и, мне кажется, Америка именно такой язык и демонстрирует. Как вы думаете, при всем этом ограниченном выборе возможностей, как сейчас себя будет вести Кремль? Нагнетать обстановку и втягивать манипуляторы. Потому что умнейший и очень тонко чувствующий конъюнктуру Жириновский уже закричал, что Соединенные Штаты запросили пощады, пригласили Путина на переговоры, Украина подняла вверх лапки. То есть он готовит общественное мнение в России, что победа состоялась. Теперь можно сворачивать знамена, отступать от Украины и всем объяснять по телевизору, что весь мир нас боится и уважает. Между тем весь мир вводит новые санкции, которые будут еще более жестко ограничивать активность Путина. Так что Кремль будет угрожать, блефовать, пугать, а больше он ничего не может делать. Вот в чем беда. И самая большая беда, что эта игра понятна, прозрачно, привычна и, по-моему, вызывает только раздражение у западных партнеров. Введение новых американских санкций против России Ксения Соколянская обсуждала с политологом Дмитрием Орешкиным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске. В Грузии есть национальные интересы, которые стоят выше, внутри партийных интересов борьбы Саакашвили и Вальничвили и еще кого-то. Грузия собирается вернуть в Киев своего посла, отозванного из-за активности Михаила Саакашвили на грузинском политическом поле. Но об этом позже, а сейчас о состоянии здоровья Алексея Навального, за которым мы продолжаем следить. Напомню, что Навальный держит голодовку в знак протеста против отказа администрации колонии, где он содержится, предоставить ему гражданского врача. О своих опасениях не только за здоровье, но и за жизнь Навального недавно поделилась встретившаяся с ним жена Навального Юлия. Соратница Навального, глава профсоюза медиков Альянс врачей Анастасия Васильева, в эфире телеканала «Навальный лайв», который вел Руслан Шаведдинов, тоже заявила о необходимости срочного вмешательства квалифицированных медиков. Насколько я знаю, все остается на прежних своих местах. Алексей не получает никакой медицинской помощи, адекватной. Прежде всего, это, конечно, диагностика и осмотр тех врачей-профессионалов, которых он требовал и которые вообще должны его посмотреть. Потому что врачи из медсанчасти номер 33, очевидно, они доступную такую правильную помощь медицинскую оказать не могут. Мы знаем, что он потерял за этот тюремный срок уже больше 15 килограмм и больше двух недель он уже держит голодовку. Что с организмом у человека происходит после вот этих вот… он уже две недели, больше двух недель голодает. Что дальше будет происходить и какие вообще риски существуют? Ну, кроме, понятно, самого страшного, фатального исхода, что вообще может происходить с человеком, который так долго уже голодает? Ну, учитывая, какое состояние перенес Алексей, то есть тяжелейшее отравление, и сейчас у него типичная совершенно токсическая нейропатия, то, что он жалуется на не менее рук и ног, то есть это по типу перчаток и носок, так называемая нейропатия, это, конечно, может усугубиться, то есть зоны нейропатии могут расширяться, это страшно при голодовке, потому что нервные клетки просто те клетки, которые питаются глюкозой. Если вся глюкоза, соответственно, израсходована уже, то есть энергетические запасы гликогена так называемого, и глюкозы израсходованы, конечно, уже тратятся другие, так скажем, энергетические запасы, это прежде всего жировые клетки, потом уже белки, то есть происходит кетоацидоз. Нервные клетки прежде всего страдают именно от отсутствия глюкозы, они просто погибают, они не восстанавливаются, и его состояние, его нейропатия, его, так скажем, патология периферической нервной системы, которая так у него уже есть, она будет усугубляться, и ну что может быть? Самое страшное – это расширение зон сенсорной нейропатии, то есть есть сенсорная нейропатия, когда нет чувствительности, да, какой-то, или она меняется, пара стези, есть нарушение моторной чувствительности, да, то есть это двигательная чувствительность, это уже более серьезно. Ну и плюс сейчас только руки-ноги, не дай бог это перейдет на какие-то внутренние органы, да, на систему обеспечения жизнедеятельности организма. А это тоже возможно, да, это может случиться? Конечно, то есть если он сейчас не чувствует, допустим, рук и ног, и это все пойдет выше, и дойдет до тазовых органов, ну, это, конечно, очень страшно, неприятно, поэтому, конечно, нужно как можно скорее. Допустить к нему врачей – это абсолютно законное требование, и голодовка должна быть прекращена, потому что от этого зависит его жизнь. После истории с Алексеем вскрылось, что в целом вся система в российских колониях медицинская, она, ну, просто в каком-то плачевном состоянии. Люди, которые находятся в российских тюрьмах, они не получают никакой медицинской помощи. Как это менять вообще? Потому что люди, которые в тюрьмах, это тоже люди, и необходима какая-то базовая медицинская помощь хотя бы. Дело в том, чтобы понять, как это поменять, надо сначала понять, что там, соответственно, не так. То, что мы сейчас видим, прежде всего, это квалификация медицинских работников, это отсутствие медикаментов и отсутствие необходимого оборудования для диагностики. Это огромная комплексная проблема, которую надо изучать, а потом, соответственно, что-то менять. И к нам, кстати, в профсоюз неоднократно обращались родственники заключенных с просьбами помочь, потому что ситуацию описывались просто страшно, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Но как вот мы, как профсоюз, можем повлиять? Мы можем только проводить какие-то обучающие курсы для медиков, тех же самых Синовских медиков. Но я так понимаю, что это какая-то супер закрытая система, и они вообще ничего не разглашают и говорят, что мы тут сами с усами. Почему, кстати, туберкулез в тюрьму, прежде всего? Потому что его плохо лечат. Анти-туберкулезные препараты, антибиотики, они очень дорогие. И мы знаем, что там супер какая-то неправильная закупка, может быть, там и какие-то коррупционные составляющие. То есть очевидно, что какие-то деньги выделяются, но как они тратятся, очень это большой вопрос. И вполне возможно, что не по назначению, потому что почему-то заключенные болеют и болеют туберкулезом, причем тяжелыми открытыми формами, а потом они выходят на свободу, и вот у нас, значит, так вот цветет туберкулез. Мы будем заниматься этой проблемой. Наш профсоюз сейчас, мы будем такой проект даже делать. Вот Артем Борискин, который только что вышел, собственно, из заключения из Владимирского ВВС, он там был заключен вместе с бомжами, извините, у которых, судя по всему, были вши, и они сильно кашляли. И он очень заботился этой проблемой. И поскольку он пойдет на выборы, по-моему, в город Думу, города Перк, я надеюсь, что мы как раз эту проблему в потенциарной системе нашей страны будем поднимать. Говорила глава профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Соратники Навального продолжают сбор подписей, желающих участвовать в митинге в его поддержку. Дата акции будет объявлена, когда будет собрано полмиллиона подписей, на данный момент их более 440 тысяч. При нынешних темпах сбора подписей 500 тысяч, их будет через 10-12 дней. Сегодня неизвестные хакеры опубликовали базу данных, электронных адресов сторонников Навального, уже заявивших о готовности выйти на митинг. Продолжаются и суды по делам участников январских акций в поддержку Навального. На днях к 3,5 годам колонии был приговорен Павел Грин Романов, который использовал баллончик с перцовым газом, чтобы помешать ОМОНовцам избивать безоружных людей. Обвинение требовало для него 8 лет заключения. Жена Павла Полина, которая сама отсидела 12 суток административного ареста, считает приговор мужу дикостью, но готова на все, чтобы поддержать его в заключении. С Полиной Грин Романовой беседовал мой коллега Марк Крутов. Павел стал одним из двух участников протестов, нет, даже трех, если брать еще один случай, в Ярославле, которых судили вот по довольно редкой для этих митингов статье применение в отношении представителя власти насилие опасного для здоровья и жизни. Действительно ли этот полицейский получил какие-то опасные для его здоровья и жизни повреждения, что он сам говорил на суде и согласен ли он сам был с такой квалификацией? Это бред, это полнейшая чушь, даже справки легкий вред здоровью. Это ожог первой степени. То есть, ну, скажем честно, потом этот человек работал абсолютно спокойно, ему отказали в государственной больнице, он поехал, по-моему, в Боткино, в какую-то вот больницу, там только ему дали эту справку, и он потом сходил и каким-то образом взял больничный. До этого он работал, то есть он день или там еще побольше, он был на работе, потом я видела этого человека, человек здоров. Павел решил частично признать вину и попросил рассмотрения дела в особом порядке, но ему отказали. Понятно ли, почему ему отказали? Потому что речь шла именно о частичном признании, так называемом, и почему он вообще решил эту вину хотя бы частично признать? Вину он признавал изначально, он не считал, что прям его вины нет. Конечно, она несоизмерима с тем, что ему дали, но это бред какой-то. Понятно, что он все равно что-то сделал, он это не отрицал, мы это понимали, но с другой стороны, когда он с самого начала просто во всем признается, он говорит как есть, он не отпирается, и в итоге дают огромный срок, то это ненормально. Мы подали апелляцию, он Пашка в СИЗО, он после того, как хотели дать 8 лет, конечно, на него было очень страшно смотреть в суде. То есть у человека просто лицо такое, как будто не надо. Сейчас, конечно, спокойнее уже, потому что есть какой-то ориентир, то есть мы примерно понимаем, что будет. Будет известен конкретное время, плюс, ну, конечно, есть надежда на УДО, на апелляцию, но в любом случае уже что-то мы знаем, мы можем строить планы, можем что-то обсуждать, можем уже спокойно говорить. То есть, ну, уже мы нормально сели, поговорили, что мы вместе, да, сейчас будем раздельно жить, грубо говоря, но есть свидание, есть письма, то есть какая-то связь. Уже спокойнее стало. То есть все равно Паша, он переживает, он волнуется за меня, волнуется за мою безопасность, я волнуюсь за свою безопасность, то есть у меня осталась из-за вот этого всего такая коронавиа, у меня тревожность повышилась очень сильно, то есть, ну, у меня в магазине может паника нахватить, если я охранник, иногда прям очень страшно, очень тяжело. Сторонники Навального анонсируют новую протестную акцию на весну. Вы будете в ней участвовать или теперь опасаетесь таких вещей, чтобы, по крайней мере, вас, пока Павел сидит, тоже не арестовали или не посадили? В том-то и дело, что я не буду участвовать, потому как, естественно, я поддерживаю всех людей. У меня никак не тянилось мнение. Все так же я понимаю, что происходит на улицах, и тем более, когда я прошла через это все, увидела систему, многие вещи изнутри. Тут уже говорить ничего не стоит, просто я не буду сейчас, в принципе, никак рисковать ни своей жизнью, ни своей здоровью, ни своей безопасности, ни своей свободой, потому как у меня есть мой муж. Я ему ничем не помогу, если я буду вне зоны доступа. Вашему мужу дали такой же срок в итоге, практически такой же, как Алексею Навальному самому, следите ли вы за его судьбой, за тем, как его супруга Юлия его поддерживает? Ну, для меня, в принципе, семьи не только Навального, а я со многими девочками переписываюсь, созваниваюсь, которые в такой же ситуации. Также у них мужья, вот, по болотному делу, у кого-то у девочки, у кого-то по московскому, вот, мы общались, и ни один Навальный, ни одни эти девочки, мы все, как бы, в этой лодке. И, естественно, ну, Навальный – это очень крупная фигура, и про него пишут, и я тоже смотрю, я читаю. И он, я считаю, ну, блин, типа, красавчик в этом плане, что он держится прям иногда на позитиве, иногда так идет по своему пути, молодец. С женой осужденного участника акции в поддержку Алексея Навального Павла Грин Романова Полиной беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Грузинские власти пытаются определить свою позицию в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины. Отношения между Тбилиси и Киевом резко ухудшились из-за активности на политическом поле Грузии, живущего в Украине, бывшего президента Грузии, Михаила Саакашвили. Напомню, что Саакашвили сейчас является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе. Согласно заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкальяни, Тбилиси готов вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе. Дипломат был отозван из Украины в прошлом году после неоднократных призывов бывшего президента Михаила Саакашвили к своим грузинским сторонникам не подчиняться властям, организовывать акции неповедовения и поставить точку в правлении партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили. Власти Грузии сочли, что подобными заявлениями экс-президент, потерявший грузинское гражданство после вступления в гражданство Украины в 2015 году, вмешивается во внутренние дела страны. Причем не в ранге обычного гражданина Украины, а главы исполкома Национальной рады реформ при президенте Украины. Несмотря на отзыв посла Грузии из Киева, Михаил Саакашвили и не думал отказываться от прямых включений на грузинских телеканалах. При этом он не скупился на оскорбления. В адрес властей по-прежнему призывал грузин, цитата, «не смириться с правлением российского олигарха Иванишвили». В феврале текущего года, когда власти Грузии вновь ужесточили карантин и ограничения в связи с эпидемией COVID-19, Михаил Саакашвили призвал соотечественников, цитирую, «не подчиняться ковид-ограничениям». Это при том, что в самом Киеве тогда действовали не менее жесткие ограничения и карантин. После очередной беседы в Медгрузии посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов был вынужден признать, активность бывшего президента не способствует сотрудничеству между Грузией и Украиной. Это была цитата. В ответ Михаил Саакашвили назвал украинского посла «глубоко коррумпированным чиновником». После этих дипломатических инцидентов в подходах Михаила Саакашвили ничего не изменилось, но изменилась и стала взрывоопасной обстановка вокруг Украины. По достоверным данным, несколько мощных группировок российской армии сконцентрировались у украинских границ, а также в Крыму. Некоторые аналитики даже заговорили о возможной крупномасштабной войне. При этом многие влиятельные европейские политики, например, бывший президент Эстонии Томас Ильвес, открыто выразили недоумение тем, что Грузия, столкнувшаяся с российской агрессией и оккупацией с 2008 года, сегодня не поднимает голос в защиту или в поддержку Украины. Как бы отвечая на критику, президент Грузии Соломе Зурабишвили призвала правительство вернуть посла в Киев, поддержав тем самым Украину. Но пока все ограничилось этим жестом. Официальный Тбилиси до сих пор не осудил концентрацию российских войск у границ Украины, не обращался к Западу с призывом увидеть, наконец, связь между политикой Москвы в отношении Грузии и Украины, а также других постсоветских стран. Тогда как Саакашвили почти ежедневно выступает с подобными обращениями. Политолог Геловасадзе сказал в интервью Радио Свобода, что грузинское правительство, возвращая посла в Киев, наконец-то поставило интересы страны выше интересов борьбы с Михаилом Саакашвили. Любая пассивность нашего правительства, она не уменьшает, а увеличивает риски. Украинская политика является частью грузинской политики уже давно. Практически все эти годы, когда Саакашвили находится в Киеве, несмотря на это, в Грузии есть национальные интересы, которые стоят выше интересов внутрипартийных, интересов борьбы Саакашвили и Ванечвили, и еще кого-то. Понятно, что у наших западных партнеров человек голос очень важен, тем более сейчас. Было, мягко говоря, недоумение. Судится неактивная позиция Грузии и в такой ситуации, когда весь мир, в общем-то, замер в ожидании очевидного рецептево-российской агрессии. Чем менее активны мы, тем больше мы подвержены рискам нападения. Заявил Геловасадзе. Нынешняя осторожная линия правительства Ираклия-Горибашвили в выборе выражений по отношению к Москве, судя по всему, продолжатся и в случае, если сбудутся самые худшие прогнозы относительно развития ситуации вокруг Украины. Георгий Кобаладзе, я Радио Свобода, Тбилиси. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин